Довольно интересная складывается ситуация у нас с вами в мире, когда на фоне зачисток в силовых структурах России такие же зачистки пошли в силовых структурах других стран. Вот в частности Италии. Если вы помните, Сильвио Берлускони и Владимир Путин – теснейшие друзья. У них очень много общего, и они очень много одинаково проводили свой досуг одно время. Ну и сейчас это все так же происходит. Итак, на фоне зачисток в России идут зачистки в Италии. И так же начали с мафиозных структур. А мафиозные структуры Италии так же, как и в России, друзья. Все переплетаются тесно с силовыми структурами. Поэтому зачистки мафии будут проходить на фоне арестов в силовых структурах. Меняется система управления. Надо менять вообще структуру управления. Как я вам сказала, что сейчас у нас в стране и в других странах так же насаждается государственный строй, клептократизм. Основа его – клептократия. Но ведь не всегда они хотят так жить. Строй будет меняться на другой. Об этом мы с вами поговорим в отдельном ролике. А сейчас я вам хочу просто сообщить, что в Италии проходит крупнейшая операция против мафии. И более 330 арестованных. 330 арестованных в Италии. Это много. Для России это было бы очень много. А для Италии, для малюсенькой страны, это и подавно очень много. Итальянские карабинеры провели крупнейшую операцию по борьбе с мафиозной организацией Дрангетта на юге страны, арестовав 334 человека. Об этом нам сообщили РИА Новости в четверг 19 декабря. В четверг 19 декабря шли бои на Лубянке. Тоже зачистки своего рода. Я сделала ролик на эту тему. Посмотрите, мне кажется, я наиболее полно осветила. И со своими мыслями, конечно, подмечая некоторые маленькие факты. Итак, это крупнейшая операция со времени Макси-процесса в Палермо. Сказал прокурор Катанзара Николо Граттери. Макси-процессом Италии называют, проходивший с 1986 года по 1992 суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози. Те 350 были посажены. Те 350 составляли основу костяк мафии. Их уничтожили, их посадили. На их место поставили других. Посмотрите, сколько лет прошло. Со времени 1992 года, собственно говоря, это так же, как и у нас в России, Путин в это время приходил к власти. То есть у них поменялась структура социального равенства и общественного строя в Италии. Также она поменялась и в России. Точно так же 1992 год, когда было подписано, что Беловежское соглашение в Беловежской пуще, которое рассыпало в разные стороны, как бусы порванные, наш Союз Советских Социалистических Республик. Итак, в Италии в 1992 году посадили 350 мафиози. Сейчас уже 334 арестованных. Ну, догонят еще до 350 и также, конечно, всех посадят. И опять и пойдет замена. Это так меняется организм. Дети же рождаются, они приходят на смену своим родителям, да? А родители приходят на смену своим бабушкам и дедушкам. Процесс такой, вот знаете, 30-летний процесс, 30-летний временной процесс. Он в жизни у нас, это поколение, да? И также поколение в структурах, неважно, государственных ли, мафиозных ли. Однако же понятно, что это нужно менять. Иначе мафиозность внутри, она становится семейной, а семейная мафиозность становится очень сплоченной. Разрушить ее просто невозможно. После этого начинается кровная месть, если кто-то вмешивается. Поэтому каждые 30 лет, и в России так же, в России даже меньший срок дают. Обычно 10-15 лет, когда сидит тот или иной глава ОПГ Пахан, а потом его убирают. И также меняют всю структуру под ним. Нынешняя операция позволила разрушить все ячейки Нрангетты в провинции Виба-Валентия. По словам Гротери, действия правоохранителей прошли во всех регионах Италии, от Альп до Сицилии. О масштабах операции говорит объем распоряжения. О проведении арестов, которые насчитывают 250 страниц, добавил прокурор. То есть количество арестованных на 250 страницах. И помимо Италии, аресты проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии. В заключительной фазе операции приняли участие более 3000 военнослужащих карабинеров. Большая часть арестованных, 260 человек, оказались под предварительным заключением. Всего в число 416 подозреваемых по делу попали политики, в том числе бывший депутат от партии «Вперед Италия», мэр небольшого провинциального города Пиццо, глава муниципальной полиции Виба Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники. Меняется власть на местах. Таким образом, понятно, что, конечно, любая мафиозная структура, она опускает свои щупальца и она завлекает в себя все социальные руководящие должности. Однако же есть кто-то наверху смотрящий, ну как бы Бог, да, для народов, для таких вот мафиози, которые знают, что прошло 30 лет, надо заново всю структуру менять. Кто он такой Бог? Наверное, тот, кто умеет даже повелевать нашей королевой Елизаветой. Арестованным вменяются различные обвинения, в том числе причастность к мафиозной деятельности, вымогательство, незаконное присвоение имущества, убийства, отмывание средств и подлог, в которых мафиозная составляющая станет отягчающим обстоятельством. Но это то же самое, что у нас в России. Мы можем ко многим сотрудникам МВД применить те же самые обвинения, если Следственный комитет будет работать хорошо. Следственный комитет будет работать хорошо только по выборочным фамилиям, по тем, на кого укажет верховная власть, конечно. Расследование позволило выявить наличие взаимных интересов кланов с представителями политического и делового мира, а также задокументировать саммиты, встречи и собрания между боссами и партнерами. Ранее сообщено, что в Италии задержали 30 мафиози, связанных с кланом Секуинна. Кроме того, глава МВД Италии на экскаваторе лично разрушил виллу мафии. Лично сесть, но это уже пиар, да? Когда садится за экскаватор, нажимает рычаг и пошел на виллу. Жалко, жалко разрушать красивое здание. Можно было подарить кому-то, но, вероятно, это не принято. Лучше разрушить, чем подарить, скажем, бедной семье или детскому приюту. Но не принято так на Западе в капиталистическом мире, потому что... Помню однажды, когда-то во Франции был переизбыток масла. И вот решали отцы, Франции, международные отцы решали, что делать с переизбытком масла. А в это время, Африка, дети голодали. Вот эти вот выпученные животы от голода, эти выпученные глазки на обтянутом шкурке черепи. Это такое жуткое зрелище. И вот предложили им передать это масло, безвозмездно отдать в Африку. Заседали они, заседали и решили не отдавать. А чтобы не приучать бедноту к бесплатному получению масла или любого другого продукта. Но также и здесь, вероятно, действует та же самая схема и та же самая система. Мы с вами вошли в совершенно жесткое время. Вы должны понимать, что никто вас не пожалеет, если вы сами не пожалеете себя. Никто ваших детей больше никогда не защитит ни в школах, ни в детских садах, если вы сами их не защитите. А защитить вы их можете только так, когда ваша жена будет сидеть дома с детьми. И ваша жена не отдаст детей в школу, а школу будете заканчивать экстерном. Нужно брать себе умных жен, чтобы они могли заниматься с вашими детьми. Но так сейчас система работает. Мы переходим на такое, знаете, сугубо лично семейное. Что воспитание, что жизнь. Она сейчас будет такими мелкими ячейками общества. А будет связана только нитью, такой красной лентой алой. Но это круговая порука кровного жертвенного ритуала, которая связывает богатые семьи, ну в частности иллюминатов. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Еще раз вам напоминаю, что зачистки в России точно так же переносятся на зачистки в других странах. И не надо забывать, что Сильвия Берлускони и Владимир Путин очень большие друзья. И действия у них, конечно, похожи друг на друга. Сильвия Берлускони и Владимир Путин. Сильвия Берлускони и Владимир Путин. Сильвия Берлускони и Владимир Путин. Продолжение следует...